Всем привет! В прошлом видео мы посмотрели обмен по протоколу Modbus TCP в режиме слейфа, а сейчас научимся настраивать обмен по тому же протоколу Modbus TCP, но в режиме мастера. В качестве слейва в сети Modbus в этот раз у нас будут модули линейки MX210, модуль аналогового ввода МВ210-101 и модуль дискретного ввода-вывода МК210-312. Вообще, модули требуют предварительной настройки, как минимум для задания сетевых параметров. Делается это в программе OVEN Configurator, но в этом ролике мы не будем подробно останавливаться на процессе их настройки, а все необходимые ссылки по этой теме добавим в описании. IP-адрес контроллера и модулей в моем примере будут вот такие. Создадим новый проект Polygon. Для настройки обмена нам, как и в прошлый раз, понадобится библиотека PA Modbus. Добавляем ее через меню Окна – Проекты. Теперь добавим вместо работы фон программу с названием Modbus TCP Master и в нее добавим страницу. Создадим на странице два блока TCP IP CLA из раздела «Системные библиотеки PA Core». Во входах блоков пропишем локальный порт контроллера для обмена по протоколу Modbus TCP – это по-прежнему 502. IP-адрес интерфейса можно задать вручную, в двойных кавычках, а можно использовать SQL-запросы к свойству модуля. Пример с SQL-запросом был в прошлом ролике, а в этом пропишем адрес вручную. На входы блоков зададим IP-адреса и порты модулей. Окей, теперь добавим два блока протокола Modbus TCP Master из библиотеки PA Modbus. Соединим их входы с выходами блоков TCP IP CLA. Добавим на страницу блок OvenFloatIn. Он создан специально для чтения результатов измерения аналоговых входов с модулей линейки MV210-101. Поэтому адрес регистра первого входа уже установлен по умолчанию 4000. Соединим вход блока с выходом Modbus TCP Master, отвечающего за модуль MV. Добавим на страницу блок регистра Modbus для чтения маски входов MK210-312 . Установим адрес устройства 1, а адрес регистра 51. Кстати, все нужные адреса регистров модулей можно посмотреть в руководстве по эксплуатации или прямо в OvenConfigurator. Соединим вход Modbus RecIn с выходом блока протокола Modbus TCP Master, отвечающего за модуль МК. Для разложения полученного регистра в битовую маску можно соединить выход блока Modbus RecIn с входом блока FromRec8 из библиотеки PA Core. Для управления выходом модуля добавим на страницу блок Modbus RecOut. Установим адрес устройства 1, а адрес регистра 470. Для подключения Modbus RecOut к блоку протокола Modbus TCP Master создадим у него коннектор BO. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши на блоке и выбрать создать, затем нажать ОК. Соединим выход Modbus RecOut со входом нужного блока протокола Modbus TCP Master. Для формирования битовой маски регистра соединим вход блока Modbus RecOut с выходом блока ToRec8 из библиотеки PA Core. Запустим проект на PLK210. Ну что же, обмен идет успешно, на выходе блока OvenFloatIn видим значение температуры. Замкнем дискретный вход модуля с помощью тумблера и видим единичку на выходе блока FromRec8. Установим единицу на входе блока ToRec8. Выход на модуле замкнулся. Отлично, у нас все получилось. Ну а в следующем ролике мы научимся настраивать обмен по протоколу Modbus RTU.